Практическая психология Конечно, наука, она достаточно молодая, достаточно сложная, наверное, для понимания, потому что здесь, наверное, два термина в нём содержатся. Это нейро и психология. Вот Александр Манчулория, он создатель этой науки нейропсихологии, он соединил нейроны, составной корень, и психология. И если мы обратимся вообще к пониманию, что такое нейропсихология, то это изучение структурно-функциональной системы головного мозга. Что это значит? Это значит, что в головном мозге у нас есть структуры, например, висок, темя, затылок, и их функция. Но дело в том, что по отдельности эти структуры работать не имеют возможности, и поэтому они работают сообща. И если, например, какое-то звено в процессе развития выпадает или происходит поломка его из-за различных факторов, то чтобы выявить, какая же это поломка, вот нужна нейропсихология. Кроме того, мало выявить, необходимо конкретно знать, как помочь. Скомпенсировать, да, скорректировать или сформировать ту поломку, которая вдруг случилась. И вот смотрите, это относится не только к детскому возрасту, правильно я понимаю? Конечно. То есть это вообще нейропсихология работает со всеми возрастами? Да, со всеми возрастами. Есть и геронтонейропсихология, да, работающая и изучающая старческий возраст. Да, есть детская нейропсихология, есть нейропсихология, которая помогает людям, которые получили в результате аварий черепно-мозговые травмы, возможно, переболели инфекциями, да, мозговыми, менингококовыми инфекциями, да, инсульты очень много, помощи идёт людям, которые именно получили инсульт. И если своевременно обратиться к специалисту, а именно нейропсихолог в купе с логопедом, то любая причина, в принципе, восстанавливается. Вот смотрите, чтобы доступным образом объяснить, да, то есть вот нейропсихолог, это ведь специалист, который, во-первых, имеет высшее психологическое образование, да? Конечно. И плюс вот такую узконаправленную специализацию, как нейропсихология. Да, нейропсихология, она узконаправленная действительно, да, и действительно и понятнее будет изучать её, да, и быть хорошим специалистом на фоне высшего образования, педагогического или психологического. Вот вы недавно были на конференции, на первой всероссийской... Всероссийской конференции в Самаре, которая проходила, да. Была конференция очень масштабная, со всей страны нашей большой съехались отличнейшие специалисты, профессионалы, да, вот не страшно сказать, которые подкованы не только теоретически, да, вот азами нейропсихологами, но и практическими навыками. И можно сказать наоборот, они... Больше практики, наверное, да? Нет, наверное, я не скажу больше. Я скажу, что практика и без теории никуда, и теория без практики – это не специалисты, в принципе. Вот, поэтому я бы сказала так, что они с большой буквы профессионалы, которые постоянно что-то исследуют, постоянно ставят перед собой задачи, достигают этих задач. И было очень приятно познакомиться с такими, ну, не стыдно этого слова, да, мэтрами нейропсихологии, которые на собственном премьере с помощью собственных научных изысканий имели возможность приобрести какие-то практические материалы, помогающие детям, неважно, в каком возрасте они находятся, да и не только детям, но и взрослым тоже. Вот смотрите, давайте мы сейчас, чтобы это было понятно нашим слушателям, с какими проблемами или с какими задачами можно обратиться к нейропсихологу? Трудности развития. Трудности развития, прежде всего, да, трудности развития. И трудности в обучении. То есть, например, ребёнок плохо ходит, да, ребёнок плохо говорит. Ну, вообще, даже при... Да, если ребёнок, у ребёнка есть диагноз детский церебральный паралич, конечно, нейропсихолог имеет возможность ему помочь, но он является не основным здесь, да, он сопутствующий специалист, который, конечно же... Тоже эффективно работает. Конечно, который очень эффективно помогает ребёнку приобретать, ну, может, не приобретать, да, а формировать какие-то нейронные связи для того, чтобы он лучше чувствовал свои мышцы. Своё тело, да, в пространстве. Своё тело, свои мышцы, да. Ребёнок, у которого задержка в развитии речи. Конечно. Это в прямом случае, да, логопед и нейропсихолог. Если мы с вами будем говорить о развитии речи, то по данным исследований некоторых психологов, таких, как Ахутина Татьяна Васильевна, можно сказать, что в основе своей имеют нейропсихологические причины, потому что каждая причина нарушения речи, да, она имеет свою мозговую структуру, которая, возможно, опять же, да, не сформировалась по какой-то причине. И, естественно, да, с помощью нейропсихологических методов... Мы можем сформировать эту нейронную, да, связь. Да, мы можем сформировать, да. Помочь ребёнку справиться с этой задачей. То есть неважно, нарушение речи, это нарушение обучения, нарушение почерка, да, пропуски букв на письме, да, в общем-то, в принципе, и письменная, и устная речь, если страдает, да, то чаще всего причины... В нейропсихологии. В нейропсихологии. Нейропсихологические, скажем так. Но есть ещё основная причина, по которой дети не имеют эти же нарушения. Это нарушение детско-родительских отношений. Это пензапущенность, да, это асоциальные отношения в семье. То есть получается, что и даже поведенческие компоненты тоже может регулировать, помогать, да, простраивать нейропсихолог. Ну, если нейропсихолог выявляет первопричину нарушений, да, из-за чего это всё произошло, то, конечно... Ну, например, функции самоконтроля и контроля, да, ведь это нейропсихологические такие компоненты. А когда ребёнок импульсивен и... Это сюда же, да, это сюда же, конечно. А вот если родители не смотрят за детьми, да, то это уже немножко другая причина. Это уже совсем другая. Это уже по-другому работает, да, точно так же, как почему у ребёнка страдает почерк. Так там 7-8 причин, да, по которым страдает почерк. И если мы знаем, из-за чего, да, выявили одну из 8 причин, то, конечно же, мы можем ему очень даже эффективно помочь. Вот смотрите, в принципе, у нас сейчас распространена такая тенденция, что ребёнок пошёл в школу, вдруг какие-то начинаются жалобы на процесс, да, что там не успевает, там, или там, например, трудно ему даётся что-либо. И родители что? С себя снимают ответственность, сразу же нанимают репетиторов, там, да, или идут договариваться с учителем, чтобы более углублённо всё этот предмет тщательнее, там, ребёнок изучал. А в итоге и учителя, и родители говорят, да, ну, даже с репетитором нет никакого эффекта, да, такое мы тоже с вами, с таким сталкиваемся. И вот в этой ситуации в первую очередь, мне кажется, надо родителям развернуть в сторону, что если вдруг начинаются проблемы с неуспеваемостью в школе, то нужно дойти до нейропсихолога, потому что именно там можно выявить вот эту первую причину этой самой неуспеваемости. И иногда даже не репетитор, да, а именно нейропсихолог может помочь скомпенсировать, скорректировать это состояние. Чаще всего так и бывает. Почему? Потому что если мы будем строить дом без фундамента, да, то дом очень быстренько развалится. Поэтому если у ребёнка есть причина нарушения успеваемости, или он не успевает, там, по какой-то причине в школе, да, то необходимо сначала выяснить, почему, а не нагружать его ещё больше, чтобы он, в конце концов, вообще отказался от учёбы и сказал, я больше не в себя, так в другую сторону. Вот, поэтому, естественно, репетиторы, они очень хороши, я ничего не спорю. Когда ребёнок индивидуально осознаёт и понимает ту или иную тему, это очень хорошо, да. Но дело в том, что эффективно будет тогда, когда это будет действительно осознанно. То есть он не то, что как механически запомнил, выучил, и на следующий день забыл, да, а именно он сумел пользоваться этими знаниями, которые он только что вот получил или приобрёл. То есть действительно бывают дети, которые, ну, недопоняли на уроке что-то, да, с ними чуть-чуть позанимались, они осознали, поняли, и на эти знания опираются и идут дальше, и развивают в своём обучении, они стремятся находить всё более и более новые какие-то моменты интереса. Вот. А другое дело, когда, причём и это бывает очень часто, когда родители действительно с первого по пятый класс, а то и уже начинают с детсадовского возраста, начинают нанимать репетиторов, чтобы дети успевали по тем или иным причинам. Конечно же, здесь репетитор не поможет. Вот не поможет, вы только, ну, как бы только может нарушить, потому что ребёнок себя эмоционально начинает истощать. Эмоционально, морально, психологически он начинает себя истощать, потому что дом без фундамента не построить. Да, сколько бы ты этажей не строил, да, они будут разрушаться. Да, хоть один, да, всё равно, да. Или вот очень часто с чем родители приходят, говорят, что в садике ребёнок занимал первые места по всем Олимпиадам, да, которые, ну, не первое, но второе где-то, да. А в школе после первого полугодия, да, то начались проблемы. Значит, мы перестали успевать по-русскому, начали отвлекаться, начали шуметь, начали вредничать, начали раздражать учителя и всё такое прочее. Да, вот тут вопрос, почему, да, почему же это произошло? В садике так всё было замечательно, да, а здесь вот после первого полугодия вот такая вот ситуация произошла. Тогда, да, тут, естественно, есть причина, по которой ребёнок стал истощаем. И это к нейропсихологу. Тоже, да? Вот вы уже несколько раз произнесли слово «истощаем», и я думаю, что сейчас очень многие слушатели сидят, слушают и думают, о, да, это, например, там про моего малыша, да. Да, давайте мы сейчас, вот вроде так, слово нейропсихолог, да, и, может быть, сразу же люди думают, там, и вот она начинает изучать его мозг, там, да, там энцефалограммы, там ещё что-то. На самом-то деле, как работает нейропсихолог? Давайте вот прямо доступным образом объясним, что это такие очень систематические занятия, да, что они очень тонко продуманные, да, и в то же время простые в исполнении. Конечно, очень простые. Как работает нейропсихолог? Ну, вообще, работа нейропсихолога начинается с нейродиагностики. Это ничего страшного, никаких аппаратных методов тут нет. Да-да-да, я вот про это же... Действительно, обыкновенная нейродиагностика. Пробы, тесты определённые. Да-да, которые выявляют причину, причину нарушившего звена, да, и, естественно, когда мы причину видим, то мы видим и последствия этой причины, да, которые могут быть и в ухудшении почерка, и в отсутствии хорошего поведения, и неумение слышать, что говорят, да, там, ну, и масса-масса. Или неумение даже удержать какую-то учебную задачу, да, чтобы потом её реализовать. Конечно, да. И вот мы начинаем... И над всем над этим? Да, нейродиагностику. Если находятся действительно нейропсихологические причины нарушения, да, то тогда применяется нейрокоррекция. Тоже не надо пугаться этого слова. Это, на самом деле, очень весело и интересно. Да, нейроразвивающее занятие, при которых ребёнок ни в коем разе не сидит за столом. Да, мы с удовольствием ползаем. Прыгаем. Да, формируем первый этап жизни ребёнка до года, да, первый год его развития с помощью упражнений двигательных. Вот, а потом с помощью игровых методик мы стараемся и когнитивную сферу тоже сформировать. Это память, внимание, мышление, речь, движение, концентрация. Да, умение держать правильно ручку, писать, успевать за классом. Это всё, да, проходит... Единственный есть такой момент, да, о котором тоже сразу же с самого начала мы озвучиваем родителям, что это должна быть системная работа, а не так, что вот сейчас вы что-то взмахните волшебной палочкой, сделайте там за пару-тройку встреч какое-нибудь чудо. Да, за пару-тройку встреч чудо не случается. Поэтому тут очень важно, чтобы родители и специалист были, я бы так сказала, знаете, в такой хорошей связке, да, то есть готовые помогать друг другу, готовые к сотрудничеству, готовые и ставящие одну цель, да, улучшить качественно жизнь ребёнка. Да, и система действительно, система заключается не только в том, что они ходят регулярно на занятия, родители, я имею в виду, ходят и водят ребёнка регулярно на занятия. Действительно, система это тогда, когда родители полностью в этой теме, полностью стараются взаимодействовать и помогать чем, как могут, да, чтобы их чаду было комфортно обучаться. Кроме того, иногда, и тоже был достаточно частый случай, случается, что нейропсихолог один тоже в поле не воин, да, и иногда требуются другие специалисты. Это может быть просто массажист, да, это может быть мануальный терапевт, это может быть невролог, психотерапевт, это может быть логопед-дефектолог обязательно, это может быть психотерапия, я уже сказала. То есть здесь необходимо понимать, что всё, что связано с головным мозгом, это достаточно серьёзно и требуется, как вы сказали, волшебная палочка – это то, что родители могут предоставить, то есть волшебная палочка – это сами родители. Вот, и если эта система будет целостная, да, то, конечно же, тогда результаты видны ещё больше. У меня некоторые родители ездят на дельфинотерапию, ипотерапия, пожалуйста, как бы, да, вот, то есть любой метод, который есть и который помогает развиваться, то это приносит огромные результаты. Вот вы на конференции познакомились лично с очень многими интересными специалистами в области нейропсихологии и нейропедагогики. Кстати, нейропедагогика, всё чаще и чаще встречается этот термин. Чем он отличается от нейропсихологии? Ну, он отличается от нейропедагогики, в принципе, всё, что есть в нейропсихологии, всё есть в нейропедагогике, и нейропедагогика применяется сейчас в образовательном процессе. И обучение обычных педагогов наших сейчас происходит достаточно в большом количестве. И, естественно, уже практически вся Москва обучена нейропедагогике. Для чего это необходимо? Просто для того, чтобы знать, что происходит с учеником. С ребёнком. Что происходит с учеником и что необходимо сделать для того, чтобы процесс обучения был достаточно... Продуктивным. Да, продуктивным и эффективным. А не просто так, да? Жалуешься родителям, родители хватаются за голову и не знают, что делать. Педагог не понимает, что происходит с этим ребёнком, да? Вот, да, ключевое слово здесь – не понимать. Нейропедагогика как раз даёт возможность понять, что происходит с ребёнком, почему он лежит на парте, почему он сидит под партой. Или почему он качается на стуле. Почему он качается на стуле, почему он отвлекает всех и вся, потому что... Не потому что он хочет навредничать этому педагогу, или не потому что он плохо к нему относится, да? Ни в коем разе. А потому что? Потому что ему тяжело, ребёнку тяжело, ему необходима дополнительный механизм, включающий его активность на уровне. Поэтому ребёнок знает, что необходимо сидеть правильно и красиво, очень быстро устает, и чтобы ему отдохнуть, ему необходимы движения. Движения могут быть разные. Он может 10 раз ручку уронить за 5 минут. Чтобы только поднять её. Чтобы просто мышцы привести в движение, кровообращение улучшается, кислород попадает в головной мозг. Вот и всё. В принципе. Или наоборот, какому-то ученику, на какого-то ученика, ну, нельзя прикрикнуть или грубо сказать, а необходимо просто положить ему руку на плече, и он будет во внимании, и он будет опять сидеть. Пусть это на 5 минут, да, через 5 минут можно опять подойти к нему и положить руку на плечо, но это будет эффективнее, если мы будем строго на него смотреть, строго кричать, или родителям говорить, что он у вас такой вот невоспитанный. На самом деле детки очень воспитанные, очень хорошие, с удовольствием идут в школу и на учёбу. Просто очень... Нужен подход. Да, нейропедагогика, она и способствует тому, чтобы учитель понимал, почему. Сейчас я слышу, как наши педагоги говорят, когда в классе 36 человек, и если я буду к каждому подходить и класть руку на плечо, но тем не менее, конечно, да, мы понимаем с вами, что мы живём не в идеальных условиях. Тут дело даже не в этом. Дело в том, что если есть методы и приёмы, которые могут помочь улучшить обстановку, и эта обстановка в течение месяца может разительно измениться, я думаю, вот это главное. А можно, конечно, и не применять эти методы, и быть... По старинке? Вот я бы не сказала, что по старинке, я бы сказала, как... Ну, постоянно быть недовольным своей работой, это же мы прежде всего недовольны своей работой, а потом уже мы недовольны, возможно, детьми, которые приводят вот эту всю обстановку такую, да, и как каторгу на работу. Поэтому здесь необходимо просто знать и применять эти методы для того, чтобы улучшилось состояние в классе. Потрясающе. Вот смотрите, вот эта великолепная наука зародилась в нашей России, в нашей стране. Ей активно интересуется Запад. Они всячески берут уже эти все исследования, изучают, они используют это на практике. Но к нашим школам это всё идёт с такой медленным, медленным, медленным темпом. Специалисты это воспринимают с осторожностью. Родители вообще не понимают, о чём это, да. А кто это вообще? И вот сейчас я просто хочу обратить внимание наших слушателей. Дорогие друзья, вот в нашем городе 22 мая случится, я бы сказала, эпохальное событие для родителей, детей, педагогов, логопедов, психологов, для студентов, которые решили выбрать в будущем работу с психологией или же, например, с детьми, с педагогикой. Дело в том, что к нам в город едут великолепные специалисты с большой буквы. Кого мы с вами пригласили на конференцию? Да, это грандиозное событие. И, наверное, на это событие, что оно вообще у нас проходит, повлияла вот эта самарская конференция, где от каждого выступающего мурашки по коже, где вроде бы ты знаешь тему, ну как нейропсихолог, знаешь тему, но находишь столько нового для себя. И приглашены те специалисты на конференцию майскую, которые действительно, вот как мы вначале говорили, да, и практики, и теорики, да, и они это всё связывают в своей деятельности, хорошущие специалисты, которые имеют возможность поделиться своими опытами, опытом, знаниями, да, вручить, действительно вручить инструменты для работы, неважно кому, родителям, студентам, педагогам, психологам, именно вручить и работать, понимаете, это вот уже не надо ничего заново проходить и изучать, это не надо на пробах и ошибках, всё доступно, доступности, да, всё на понятном языке, никаких научных изысканий там не будет, да, там именно будут пленарные выступления, да, а потом будет мастер-классы. Конечно же, люди, которые приезжают, они действительно показывают на высочайшем уровне эти мастер-классы. То есть прямо прожив вместе с ними вот эти два часа, да, ты уходишь с инструментарием, ты уходишь с пониманием, как ты можешь помочь своему собственному ребёнку, да, в преодолении, например, этих же трудностей в обучении, да, или в преодолении трудностей в развитии. Да, даже в эмоциональной сфере, это даже для эмоциональной сферы, что самое главное у нас сейчас является, дефицит. Хорошо, давайте мы с вами назовём фамилии, я думаю, что это, по крайней мере, проявит интерес. Ну, во-первых, да, к нам с удовольствием, с большим и огромным удовольствием едет сам Цветков Андрей Владимирович, это профессор, доктор психологических наук, с темой по развитию детей. Человек необычайно высочайший, я не знаю даже, как его назвать, потому что он настолько глубоко, настолько тонко чувствует механизмы развития, на очень доступном языке объясняет, откуда идут нарушения проблемы и что необходимо с этим делать, что, конечно же, знаете, вот аплодисменты 100 и низкий поклон. Потому что, и даже дело не только в этом, он добрейшей души человек, никогда никого не оставляет без внимания, обязательно всем старается помочь, объяснить, или, если он сам не может, он направляет куда-то. Кроме него, да, ну, про него можно много говорить. Ну, можно много и почитать, да, ко мне на страничку можно смело зайти и там дальше добавиться в группу. Да, смотрите, потому что, да, любая его лекция – это знание. Любая лекция – это наполнено знаниями не только из психологии, из нейропсихологии, но, кроме этого, он отличнейше разбирается в физике, в биологии, в химии, в зоологии. То есть действительно человек, который понимает, что происходит. Даже в процессе эволюции, да? Да, в процессе, ну, не даже, в процессе эволюции. Хорошо. Кого ещё ждём? Мы ждём ещё Мазину Веронику Дмитриевну, клинический психолог, нейропсихолог, нейрологопед, у которых создатели своих авторских программ, на которых я сейчас работаю, приносят огромные результаты. И детям, самое главное, очень это интересно. Интересно, потому что это всё в игровой форме, да? Да, потому что там идёт поток пассивного чтения. То есть дети нехотяно читают, и никто их не заставляет, а они сами с удовольствием это выполняют. То есть вот смотрите, кстати, Мазина Вероника у нас будет делать двухчасовой мастер-класс, на котором вот можно будет тоже прямо обучиться, увидеть, как это делается, и потом применять на практике. Даже можно пройти на мастер-классе, собственно, как я сама это сделала на Самарской конференции, пройти этот мастер-класс. То есть попробовать, как это работает. А работает это необычайно. Взрослые просто забыли, как игра воздействует на человека. А на самом деле там включаются такие механизмы интересные. Соперничество, да, там, ну, в общем, очень много всего. Сотрудничество тоже может быть, да. Сотрудничество, да. Работают все механизмы. Зрительное, слуховое восприятие, тактильное, кожно-тактильное. То есть там очень, конечно, интересные игры у нее, собственно. А еще к нам едут из Тюмени, а еще из Екатеринбурга, из Сыктывкара специалисты, из слушателей. Из Самары едут, да. Поэтому, друзья... Нефтекамска едут, да. Друзья, вы можете стать частью этого великолепного, увлекательного, интересного и полезного мероприятия. Следите за мной, за Надеждой Бушмелевой в социальных сетях. И, конечно же, мы вам обязательно все расскажем и покажем в дальнейшем в наших программах. Но не забываем о том, что и у нас есть в Кирове тоже хорошие специалисты, которые могут быть и спикерами, и слушателями. Да, и вот цель-то самой, да, вот самой конференции обогатить опытом, практическим опытом, теоретическим опытом именно наших специалистов, чтобы они, посмотрев на ребенка, видели и понимали, чем и как можно помочь. Они просто разводили руками и говорили, ну вот, что выросло, то выросло. Это ладно, если разводят руками и скажут, что выросло, то выросло. А если будут с ним работать годами, а результата нет, вот это страшно. Упущенное время в жизни мелочей не бывает. И упускать время ни в коем разе. Все мы знаем, что есть сензитивные периоды. И вот не дай бог пропустить этот сензитивный период и не помочь, да, ребенку, взрослому, неважно кому. Вот цель конференции, да, то есть с помощью специалистов, которые приедут, да, которые практики, которые действительно очень хороши в своей деятельности. Можно качественно улучшить, да. Да, наши... Взаимоотношения с ребенком, а у ребенка, конечно же, развить те функции, которые ему необходимы для того, чтобы он чувствовал себя успешно. Да. И здорово. Спасибо. Да, Оля, скажите, пожалуйста, вот сейчас ведь есть дополнительные курсы по нейропсихологии. Кстати, вот совсем недавно ехала в машине и слышала в новостях, да, в новостях о том, что есть 10 профессий, там были перечислены 10 профессий, которые будут очень востребованы в будущем. И нейропсихолог – это как раз одна из, там, на третьем месте стояла профессия, которая будет действительно очень востребована. И я про себя подумала, ну, вот прямо как интуитивно чувствую это, да. Но тем не менее мы с вами понимаем, что это же всегда такие, ну, как бы, знания. То есть специалист по нейропсихологии – это человек, который постоянно обучается, постоянно развивается, что-то новое узнаёт, да, приобретает какие-то методы, литературу, везде постоянно, да, какие-то семинары, курсы, да. То есть мы с вами должны тоже чётко понимать, что когда мы обращаемся к нейропсихологу, что это не просто человек, вот этот, да, психолог с приставочкой нейро, да, что это целая кладезь знаний, и очень важно к нему идти с чувством «я доверяю», да. Конечно, конечно. Потому что вот без, наверное, вот этого момента работа в команде, работа с доверием, да, она результаты даёт хуже. Конечно. Нет, если, да, и если, понимаете, дело в том, что когда приводят просто ребёнка и говорят «сделайте, пожалуйста, с ним что-нибудь, а я в сторонке постою», результата не будет, какой бы ты ни был специалист. Ну, нет, конечно, будет какой-то, да, но он не так быстро, во-первых, придёт этот результат, а во-вторых, он не так будет долговремен, что ли, да, потому что родителю тоже необходимо присутствовать в жизни ребёнка и меняться по-своему. Развиваться вместе с ним. И меняться и развиваться вместе с ним, да. Но в то же время качество нейропсихолога, да, это всё-таки действительно быть очень-очень образованным и помогающим. То есть самая основная, наверное, черта качества нейропсихолога, до любого, наверное, да, профессионала, это уметь любить свою профессию и жить в этой профессии действительно на полный 100%. И никогда не бояться и не стесняться говорить, если ты что-то не знаешь. Всегда можно сказать, я посмотрю, что конкретно, да, меня вот здесь заволновало, и обязательно, ну, узнаю и тогда помогу. Конечно. И ещё, мне кажется, знаете, отличительной чертой является хорошего специалиста – это постоянное желание обучаться, постоянное желание двигаться вперёд. Чего я желаю всем нашим слушателям, да, и очень надеюсь всех вас услышать и увидеть, да, на нашей конференции, которая случится 22 мая в нашем регионе, в городе Кирове. Следите за новостями. Конференция называется «Психология на службе современности». А я от души благодарю Ольгу Скрябину, нейропсихолога, за сегодняшнюю увлекательную программу. Спасибо большое. Спасибо вам. Любви, здоровья и счастья всем слушателям нашей программы. Удачи. Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин